Ну, я так думаю, что в связи с тем, что до сих пор затрагивается вопрос, вот я как-то бываю в Европе, там бываю где-то в других странах, я такого слова «вотрезвитель» нигде не слышал. Ну, по крайней мере, там что-то, может быть, и есть медицинская какая-то терминология. Как-то людей же тоже выводят из этого состояния, там же тоже есть алкоголики, и же так же лечат, есть клиники, где лечат просто больных. Вот конкретный «вотрезвитель» — это значит, получается, что у нас страна как была пьющая, так и осталась. То есть культура питья у нас отсутствует, но человек может, мы сами можем все надрызгаться, иногда до чертиков говорят, да, то есть может в этом есть проблема какая-то. Ну, я не скатился с катушек, я мог тоже иногда выпить и весело, погулять хорошо, и все мы гуляем. Ну, не доходило, чтобы меня кто-то забрал в «отрезвитель». В конечном итоге это необязательно, наверное. Мне кажется, вот если человек болен, это все-таки болезнь, я считаю, когда люди без алкоголя жить не могут. Ну, куда? Может быть, для вот этих бездомных пьяниц есть такие категории, как бомжи, да, типа из Сирии, что вот они на помойках там живут. Для них должны быть какие-то, может быть, спецзаведения, где их будут пытаться вывести из этого состояния, как для наркоманов что-то существует. То же самое. Сам «Вотрезвитель» в том понимании, как я сам вырос в советской стране, но при этом, мне кажется, это все очень пахнет каким-то карцером постоянно. Это какой-то... Сразу вспоминается фильм «Так, операции...» и другие приключения Шулика. Да, вот из этой серии, да, когда, ну что, граждане алкоголики, да, тунеядцы, это этим попахивает. На самом деле, мне кажется, должны быть какие-то клиники специальные, которые будут выявлять, что вот человек болен этой болезнью. Ну, страна наша пьющая, в принципе, мне кажется, надо просто больше внедрять культуру питья. Ну, глядя на молодежь, просто, если люди заняты, им некогда пить. Они пьют, ну, могут напиться, могут забыться, да, но алкоголикам очень трудно стать, на самом деле, если ты чем-то занят. Если у тебя есть... Если у тебя хорошая семья, ты живешь на перспективу, это... Мне кажется, в большинстве это чуждо всем. Поэтому для зрителей, я думаю, это не лучший выход из положения.